так это наша комната спальня взрослая будет и показываю вам все стены это у нас окно отойду подальше стена с окном батареи там я еще не сняла часть обоев батареи это все нужно снять это будет делаться в последнюю очередь потому что окно будет меняться и обои возле окна я тоже буду клеить после замены окна здесь стена под которой будет стоять кровать хотя это не та сторона головы которой лучше спать но здесь есть по обе стороны по 2 розетки поэтому мы решили поставить кровать под эту стенку и а то есть эти обои будут обрамлены молдингом который вот у меня на полу лежит подрезанный вот это стена почти закончена здесь я тоже все сделала вокруг двери вот мне очень понравилось работать почему-то вокруг двери потому что у меня очень хорошо получилось приклеить обои здесь только кусочек чуть-чуть видно приклеить обои неплохо и снимая наличник тут такие обои получились что если даже их шпателем проходить то на них остается иногда белые 5 такие пятна потому что они как продавливаются поэтому эти обои не сильно легкие в поклейке и как видите вот видно швы но если присмотреться но я думаю их чуть чуть чем-то закрасить вот здесь например не так сильно видно но обои темные не такие легкие как светлые потому что светлая на светлой стене не так видно но издалека не сильно видно я первый раз клею обои поэтому это не так легко как кажется на первый взгляд вот еще я хочу показать вам потолок вот смотрите у нас потолок люстра будет заменена и на потолке есть такие как пятна разводы на самом деле потолок крашен и при покраске у меня получился вот такой результат потому что я прокрашивала не идеально и где-то пропускала потолок мы не собирались красить но у нас было вот здесь ржавое пятно скорее всего оно пошло со второго этажа там где-то может крепление или гвозди или еще что-то было и мы хотели убрать это пятно ира очень хотела и она предложила перекрасить сначала я пыталась закрасить пятно не получилось она предложила перекрасить потолок купила краску и вот такой результат они очень хорошие потому что я не хотела его красить и красить потолок это очень достаточно тяжелое занятие и не для новичков которые вообще ни разу не красили потолок нужно подходить основательно желательно вот эту удочку такую еще купить чтобы сильно не лазить под потолком плюс нужно еще иметь представление о том как красить и я не знала как правильно красить я просто красила оказалось что нужно первый слой наносить поперек потолка вот так и второй слой вдоль потолка чтобы освещение вскрывала эти все недостатки но я красила как бы можно сказать полтора слоя потому что второй слой я просто закрашивала как мне казалось вот там где вот я вижу эти пятна потому что и ну это очень тяжело и физически и на белом полотне не видно вот краску как краска ложится не видно новые слои получается и еще валик пропускал то есть там перекрытие у нас деревянное и валик не делал сплошной мазок а делал такой прерывистые например три мазка и то есть было очень некомфортно неудобно это все прокрашивать закрашивать поэтому результат не самый лучший но зато пятно закрасилась пятна нет и может со временем я еще нанесу третий слой краски потом со временем и уже сделаю покрою например там мебель которая здесь будет стоять и сделаю вот так вдоль окна когда окно нам поменяют прокрашу еще раз весь потолок закрою чуть-чуть стены но это будет потом следующая комната у нас будет детская я уже немножко руку набила но он детскую я не буду спешить это будет очень медленно двигаться там тоже нужно менять окно но принципе мне понравилось работать с обоями вот я здесь снимала выключатели хотела купить новые но пока нет такой необходимости эти тоже нормально держатся там розетки со шторками тоже хорошо здесь какие-то недочеты но это я специально как бы ничего с этим не делала потому что здесь будет молдинг он все закроет вот это все не идеальное молдинг все закроет вот такая у нас комната получается в детской хочу что-то поэкспериментировать вообще не спешить потому что здесь у нас спешка к приезду кровати нам должны привезти кровать собрать и поставить и мы ее уже никак не сможем никуда переносить поэтому здесь нужно было сделать быстренько ремонт и особенно эту стену вот а в детской может быть я займусь какой-то живописью на стене современной может быть я поклею просто бои я еще не знаю посмотрим